Контролировать соблюдение режима самоизоляции в Самаре будут с помощью беспилотников. В режиме онлайн информация с видеонаблюдения будет передаваться в правоохранительные органы и районные администрации, чтобы там могли оперативно принять меры. Такое решение принято на городском штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством главы города Елены Лапушкиной. Передача графической видеоинформации о том, в каких местах наиболее характерны для граждан, где они осуществляют скопление. Данную информацию мы потом уже использовали с органами полиции для рейдов и привлечения лиц к административной ответственности. С глав районов тогда еще раз места массового скопления, чтобы мы уже там полиции отдали конкретно, чтобы уже конкретно отрабатывать ту или иную территорию. Усилит и контроль за соблюдением масочного режима на объектах потребительского рынка и в общественном транспорте. В прошлой неделе пассажиропоток увеличился на 40%, поэтому на линию выпускают больше автобусов, троллейбусов и трамваев. Сейчас в Самаре работает 1043 единиц техники. Санитарная обработка транспорта проходит ежедневно. В ежедневном режиме проводим проверки по соблюдению в транспорте масочного режима. Спасибо коллегам с Управления гражданской защиты, с Департамента безопасности. Они нас в этом вопросе поддерживают. Мы своими силами продолжаем составление видеоотчетов. Могу представить их, проводить такие проверки. Люди у нас в основном сознательные, но есть некоторые моменты. Приходится иногда даже останавливать транспорт, чтобы пассажиры, которые не соблюдают масочный режим, выходили. Важно соблюдать все меры безопасности, надевать маску в общественных местах и транспорте необходимо. Мария Левина, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова